хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя то было федорат андреевич добронравов год рождения 2000 откуда сам родом кострома год чего кашли до вагнер да сидел да за что угон он чего автомобилей а это сидел уже сколько полгода отсидел когда приехали человека в зону зона большая нет сколько там человек приблизительно 80 приехали представители чего когда пригожин приезжал нет представители и что предложили предложили участие в операции слова да специально военная операция официально называется для это когда мы в сентябре прошлого года 22 предложили и в обмен на что помеоне тесто 2 года до до конца три с половиной три с половиной отсидел пол отсидел пол три с половиной оставалась помилование полностью да сколько должен был воевать полгода 80 человек до в кого нет было сколько согласилось 22 садим 10 на и всех 22 2 забрали с кого не сразу на куда поехали что-то не лыру 100 переодели нас потом на территорию украины поехали какое направление сначала луганске были в учебном центре потом поехали на бахмут на бахмут когда заехали он там не на сам бахмут просто направление бахмут это когда был октябре то есть уже под бахмутом направление бахмутское было в октябре да у тебя какая должность была стрелок пехота да в руках чтобы лака до ряга 47 задания какие ставились ну мне лично задание было эвакуация раненых вот там штурмовых группах не был да нет семья есть нет а мама папа нет ты сирота она дедомовский нет а как потерял родителей когда уже взрослый был это сколько лет 18 образование какое девять классов только 9 да училище еще куда-то не шел ну учился не закончил специальность какая автомеханик а почему не закончил так получилось в жизни так бывает или лига гадик на что случилось сел да то есть у тебя за угон автомобиля ты уже второй срок был да а первый за что тоже за угон а то есть там бизнес какой-то в костроме как бы построена этих на угонах нет а что угонял машину и что делать с ним первый раз угнал просто что покататься друзьями второй раз чтобы продать какие машины дорогие какие-то были сначала нет наши отечественные потом иномарки вот и тебя тут то есть это уже количество угонов было да ты за ты целый бизнес какой-то был полно то есть это как бы группировка было чтобы крали или ты сам детства сам я не хочу об этом рассказывать но это материал справа есть да это хорошо ну то есть по факту ты сел правильно я понимаю да да то есть там не что тебя засудили незаконно и так далее вот в плен когда попал 30 декабря а где в яковлевке бах бахманский район обстоятельства какие были у меня была поставлена задача отвести группу людей на позицию я пошел на позицию оппозиция уже была занята вышел отвезти людей это штурмовиков ну да ты занимался эвакуацией и тебе тоже также ставили задачу штурмовиков вести да ну как проводником потому что ты знал как бы новые были да 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 как ты просто знал местность да смотри а сколько обещали платить 200 тысяч в месяц да большие деньги для тебя нормально смотри а вот как происходит вот эти 200 тысяч да ты был ты зашел в октябре тебя взяли в декабре в плен да это подписывается контракт да на бумаге на одна сторона это чувака вагнер и другая сторона ты да да а деньги ты знал откуда идут деньги это частные деньги наверно ну то есть ты не знаешь то есть откуда деньги идут а что дали карточку или как нет а кеша платили нет пока пока мы там находились вообще не потери либо твоим родственникам либо после окончания полгода а как должны были воплотить на счет или как наличкой наличка на дому что да эти как бы вопросы не обговаривались нет но ты думаешь что налички должны были платить да а что ты слышал о других платили наличка или как наличка всем да смотри вот на бахмуте да бахмутское направление там большинство кто чего кашники да еще кто то есть сейчас не знаю но тогда когда ты воевал да все чего к было да много сидевших зэков много большинство ну из процентов это сколько девяносто пять девяносто пять процентов это все сидел и да и ну вот вы же между собой общайтесь почему они шли все задними тем же чтоб освободиться быть по-милому стрелял нет ну смотри адик ну это война но ты понимаешь он для тебя это операция или война война это война между двумя государствами да то тебя цель была личная побыстрее освободиться но войне всегда есть идея какая-то правда я не поддерживаю вообще никакой идея я поехал не думая вообще не поддерживая каких-то идей убивать там кого-то смотри вот чисто по-человечески да вот а как ты думал например просто полгода отпеклять ну что-то живешь и так далее да не но я не думал об этом и не думал о том что там убивать кого-то я еду что-то знаешь вообще об украине конкретней ну вот например приехали представители представители чего команды и сказали 5 вот тут полгода сидишь мы тебе три с половиной с костин вам если поедешь в украину они объясняли за что ты поедешь воевать или об этом вообще речь не шла ну объясняли да что говорили то же самое что и в сми например что украинские военные там заняли луганскую донецкую область наша задача освободить а почему луганскую донецкую область нужно освобождать объясню что они хотят отделиться стать независимым государством окей и как бы ты должен в этом помочь правильно как бы чуваковано ты в этом все веришь вот ты например ты понимаешь то что случилось в украине 2014 году понимаю понимаешь да мы можем в этом дискутировать на можем да хорошо потому что чтобы дискутировать как бы две стороны должна понимать что там случилось до 2014 году конец 13 14 год что случилось донецкой луганской области они захотели отделиться они это кто донецкой луганской области хорошо то есть там были митинги так пророссийские да вот твое мнение личное без помощи россии эти области бы смогли сделать то что там произошло нет не смогли мне кажется что нет то есть четырнадцатом году там мешал из россии да мы с тобой давай просто построим как бы логическую цепочку этих всех вещей да хорошо вот донецкая луганская область это как бы украина правильно украина это независимая страна так помешалось россия это уже не внутренний конфликт так и представляют российские сми если мешал из россии это уже вмешательство другой страны правильно согласен украина должна была защищать свою территорию россии не знаю что ответить я просто спрашиваю ну да должна то есть аргумент что мы должны защитить донецкой луганской области он несостоятельно понимаешь не защитить а значит отбить понимаешь о чем понимаю это конфликт между двумя государства васу что делает украине и украинский народ защищать смотри один вот видишь вот я разговариваю с чего каш на кем нас чего каш на кем мы чисто по человеческой говорим про я украине стираты россияне смотри вот просто элементарные вещи да эта война которая принесла этому народу много горя моему народу через россиян ты заходишь как бы в украину и хочешь как бы стоять свой шкурный интерес понимаешь ты хочешь выйти с зоны ценой у войны войны с другим народом с моим народом тебе дают 200к вот сейчас это просто для тех удачи что мы разговариваем это понимаешь это удача восемь миллионов украинцев покинули эту страну уехали на запад из-за россии из-за россиян я не знаю видел ли ты как разрушены города и так далее я думаю это видел кто виноват в этом все что вы имеете ввиду россия или украина ну да просто отведение оба оба виноваты а в чему хорошо а в чем виновата украина просто объясни мне я серьезно спрашиваю в том то что в том что она защищается ну да украина должна сдаться было нет она должна была освободить луганскую донецкую область как-то так как жители там проголосовали за то чтобы отделиться они голосовали с помощью россии ты понимаешь если референдум проводится он должен проводиться свободно это уже я не знаю с помощью кого но ты же сказал что уменьшал из россии в четырнадцатом году с помощью россии значит возможно ты знаешь что такое игр стрелков гирки нет это фс башник который захватил славянск потом в донецк вышел прошел и он сказал что если бы не россии ничего этого бы не было то есть и он сказал что спусковой ключом войны нажал я еще четырнадцатом году понимаешь ты видел что с бахмутом нет с другими городами видел это страшно на разрушено все да где нету есть некоторые остались правда солидар видел нет солидара тоже почти нет вот ты говоришь что украина должна была там дать освободить там донецкую дать как бы отойти донецкой улганской области да а можно мне объяснить тогда вот например ты немного представлять себе как бы украину до ее части да вот то что случилось вам дают давали смотрите новости на зоне когда началась большая война 24 февраля большое вторжение да то россия зашла со стороны киева херсона запорожья донецка луганск это знаешь расстояние от киева до донецка или до луганск и не очень много сотни километров зачем россия если она хотела там помочь донецку и луганску заходила на киев вот это уже не знаю правда нету никакой ну нету никакой логики читаешь вообще книги да было кто нравится нет такого что кто-то определенный нравится ну вообще ну типа какой-то автор или книгу какую последнюю книгу прочитал романы я люблю читать какие любые например один не помню сейчас название фильмы любишь да что нравится боевики какие вот какой последний фильм посмотрел что нравится сейчас уже не вспомню давно это было давно это что значит ну то и значит давно телевизор не смотрел а вообще вот что между собой говорят там ты говоришь 95 процентов это все закида сиделые все что они говорят о войне и о том что находятся там то же самое что я что украина должна была дать делиться донецкой луганской или как ну да но они как бы думают что воюет за правое дело да конечно а вот твое мнение почему вот россия приехала к зэка да ну то есть россия до чего командир это ну как бы приговор тоже это частная военная компания это все таки россия да если бы не было это санкционировано это со стороны властей ничего бы этого не было ты же понимаешь ну понятно то есть частная компания не может заходить как бы на зону и забирать оттуда зэков почему ты думаешь ЧВКшники приехали к зэкам и 95 процентов на самых в самых горячих точках воюют зэки вот твое мнение лично в россии что нету регулярной армии я не хочу про это говорить ничего пушечное мясо я не хочу говорить насчет этого почему ну не хочу у тебя есть мнение ну да я при себе хочу его оставить а в чем проблема ни в чем ну вот эти 95 процентов зэков это мясо которое нужно на убой отогнать я не знаю почему мясо ну а как у тебя военные подготовы есть немного сколько две недели ну то есть ты себя таким рэмбо уже ощущаешь да нет или там шварцем нет ну кто там не знаю Бэтмен ну ты говори что у тебя есть военная подготовка ну ты Бэтмен не так понял да темный рыцарь Эдик ну свое мнение мне скажи я не хочу я же сказал хорошо украинцам что-то хочешь сказать нет нет почему не хочу не жаль тебе этого народа мне всех жаль кто погиб вообще хорошо вот более давай посмотрим потому что у нас всегда есть update у нас показывают сколько россиян умерло в Украине каждый день давай посмотрим я сегодня утром не смотрел когда ехал на интервью 122650 человек умерло за что умерли эти все россияне здесь я не знаю мне сложно ответить на этот вопрос за что россиянам что-то хочешь сказать нет если обменяешь что будешь делать жить на чем заниматься в России на работу строить у чувака пойдешь нет почему не хочу навоевался можно так сказать у